Всем доброе утро! У нас утро среды. Я еду в поликлинику. Мне надо выписать, забрать направление Маши в Пермь. Я сейчас с Катей, получается, увезу в Пермь. И потом мне надо будет везти. Приеду домой. Через пару дней надо будет везти Машу в Пермь тоже. Ну, а куда деваться? Придется. Так что и направление возьму на анализы, чтобы мы с ней сдадим анализы. Чтобы потом, когда я приеду, просто на прием сходить, взять все остальное, выписку и ехать в Пермь тоже. Маше тоже будет ложить в больницу на обследование. Так что вот такие вот дела, ребята. Все, еду в город, автобус уже приехал. У нас сегодня вроде вот это твое солнышко. Как бы не сглазить. Короче, подписывайтесь на мой канал. И всем хорошего дня! Погода сегодня первый день. Более-менее я даже курточку сняла. А то мы все в куртках ходили. У нас потому что 7 градусов было. Обещали снег, но, слава богу, его не было. А то я уж переживать начала. Так что вот такие вот дела, ребята. Как-то так у нас. Едем в город бумажки выписывать. Ладно, идем. Заберите ваше чудовище. Дорогие друзья, приехала я с города. Она нахуй налезет. Ти-ти-тю! Слышите звуки? Это у меня машинка так мозга компостирует что-то. Что с машинкой стало? Не понимаю. Все, песец в моей машинке. Короче говоря, убирай его отсюда, пожалуйста. Унесите его нафиг. Унесите его. Ездила в город. Мне все прекрасно уже знают, что нам с девочками ехать. Ферм. Видно я моя машинка. Я так на нее смотрю. Господи, она, видимо, доживает свои часы. Или минуты. И взяла я две дорожные сумки. Так как у меня дорожных сумок нет. Короче, вот такую вот взяла я Катя. Дорожную сумку. 800 рублей. На. И вот такую вот взяла Маша. Тоже 800 рублей. Уберите пока. Потом я вам покажу, как и что делать. Дальше. Господи, бедная машинка. Заходила я к знакомой. Она вещами торгует. И взяла девчонкам своим на лето. Рубашки вот такие вот. Они оверсайз. Одна розовая вот с такими. Вот воротничками. Найте мерить. Кто-то не знаю, кому будут. И еще одну вот такую вот взяла. Крепарь. Это я у знакомой беру. Она мне привозит намерить. Дальше. Потом заходила. Также у нее там взяла две пары плавочек. Марине в садик ходить. И взяла кучу-кучу футболок. Сейчас я вам все их покажу. Они прям так были. Я их так и забрала. Потому что девчонка моя. Заберите, пожалуйста, это чудовище. Сейчас выворачивать придется все футболки. Короче говоря. Чисто красная вот такая вот футболка. Бедная машинка. Потом зеленая с какой-то надписью. Вот, Маша, к твоим зеленым штанам может подойти. Там футболка, по-моему, тебе маленькая стала? Нет? Вот, короче говоря. Вот такая вот футболка. А там сами меряйте. Кому какие, я не знаю. Синяя. А что тут написано? Требую минутку обнимания. А там что написано? Тут написано вот так вот. Ну-ка, дай посмотрю, что там написано. Если я не права, подойди и извинись. Я только сейчас заметила. Держи просто пока, а потом вы уже разберетесь. Просто черная. Черную у нас Катя любит. Она любитель черного. Причем всего черного. И вот такая вот еще футболка. Все, футболки и это давай я уберу. Потом померяйте, решите кому что. Это нахрен. Бедная моя машинка вздыхает. Уже все по ходу дела. Также заходила я в рыбный магазин. Взяла рыбу красную. Это суповой набор. Горбуши. Килограмм тут. Потом взяла Тайсону косточки килограмм. Свиные. По 55 рублей. Крилышки куриные взяла килограмм. Сейчас хочу сходить в магазин, купить картошки. И с крылышками в духовке сделала. Так, Маша, за анализ я заплатила. Твое дело собрать. Анализы. Бумажные полотенца цыплятам менять. Дальше зелень опять взяла. Салат взяла. Я его ем, потому что... Детки меня давно просили наггетсы. Вот взяла сейчас. Катюша, пожаришь? Катюша, пожаришь сейчас наггетсы. Зубочистки у нас закончились купила. Дальше. Вилок капусты в городе по 45 рублей. Капуста. Кабачки вот не посмотрела. Вспомнила уже потом. А, еще вот такие вот Марине заколки. У Марина постоянно челка вот так вот. Вот, и она, знаете, нынче чего умудрилась? Вот, ладно бы, где-нибудь здесь отрезала бы. А на вот это вот место, и вот тут вот, получается, взяла. И почти под самую вот... Ну, может, сантиметра два оставила. Теперь у нее постоянно торчат. Я ее челкой беру, вот так вот заделаю, и тогда они торчат. И вот заколки ей нужны для этого. Потому что у нее волосы стали... Короче, вот такие вот по 59 рублей заколочки. Это заколочки, не резиночки. И взяла приправы. Лавровый лист, две штуки. Для шашлыка, две штуки. И приправа куриная, три штуки. Все. Вот такие вот, ребята, все мои покупки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Короче, к больнице мы уже все, по сути, взяли все, что надо. Постельные у меня комплекты новые лежат. Поэтому положим постельное с собой. Полотенце есть, все есть. Мыльное, рыльное у нас все есть. А, еще Машкин набор фикс прайси дорожный, чтобы туда налить шампунь. Ну, это потом уже я, когда Катю увезу, потом уже. Сейчас тебе главный анализ платно сдать. Я заплатила за анализ почти 370 рублей, короче говоря. За анализ заплатила. Все, теперь Маше надо только сдать. Все, дорогие друзья, я сейчас переоденусь. А, нет, надо магазин за картошкой сходить. Точно, сейчас я пойду в магазин сначала за картошкой, куплю картошку. Так ее уже съели вчера, крошку делали вообще-то. Еще, кстати, о крошке там почти полное ведро. Или пол ведра. Ты сейчас будешь есть. Они, кстати, только проснулись. А время первые часы дня. Я как уехала утром, и вот они все спали. И они проснулись и спят. Днадцатый час, сейчас только. Да? Дай покажу это чудовище. Я его называю так чудовищем. Вот он кусак. Он кусака вообще не выносимо. С Василисой они дерутся и играются только в путь. Но он лохматый немножко, ребят. Вот так, скажи привет всем. Ладно, пошла я. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Ой, ребят, не знаю, будет вам слышно или нет, но мы идем в садик. У нас тополь сильный, видите, как летит. Из-за этого Маша пока на улицу не ходит. Пристроя сидит, дома сидит, но на улицу пока не ходит. Так что вот так вот со мной Оксана пошла. Да? Скажи привет. Да. Она сказала, называется. Короче, ладно, идем пешком, потому что у нас погода хорошая. Идем в садик за мелкими. Так, мои хорошие, у меня уже время вечер. Я приготовила курицу с картошкой и сделала салат. Кстати, вот эти вот ложки, что я купила, мне очень понравились. Вы мне раньше писали, что Настя не мешает руками салат. Ну вот какой-то салат я не помню какой. Мешала, короче, руками. А теперь двумя вот этими ложками большими. Слушайте, удобные. Видите, одна такая ложка, одна вот такая. Поэтому, если вы увидите, в пятерочке покупайте. Мне понравились. Ну, это, конечно, у каждого свое. Короче, сделала салат и сделала курицу с картошкой. Сейчас будем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро, дорогие друзья. Я вышла на улицу, мне надо посмотреть, что у меня помидоры. У нас холодно было, и на улице у меня все помидоры почти замерзли. Короче, пипец полный. И хочу полить с утра сейчас грядки. Пока еще я дома нахожусь, потому что потом мы уедем. У Егора сегодня выпускной. Сегодня 30-е. Поэтому пойдемте польем сначала грядки, а потом все остальное. Ладно, идем. Субтитры сделал DimaTorzok Сходила, одела кофту. Пойду посмотрю, как у меня там дела с кавачками. Ой, пилусь с кавачками, с огурцами. Сейчас вам покажу заодно. Так, ну, огурцы полоть надо. А так, в принципе, ничего. Вот здесь вот погиб. Остальные вроде бы ничего. Вот здесь вот некоторые вообще плохо прижились. Некоторые хорошо, потому что подсаживали много раз. У нас холодно, ребят. У нас на улице 8 градусов. Холодина невыносимая. Но ничего. Вроде пытается растет что-то. Так, здесь у меня перцы. И вот один помидор тут сидит. Остальное все перцы. Это острые и сладкие все вместе. Все, пропололи их вот в том парнике. Сейчас покажу. Вот здесь, ребята, у нас тоже огурцы все сидят. Здесь, видите, получше. Он парник поменьше. Вот я мужу говорила, что надо маленькие парники делать. Тогда будет лучше расти. Вот смотрите доказательства. Меньше парник, больше тепла. И они лучше растут. Напишите, пожалуйста, какой вы подкормкой поливаете рассаду. А я... У меня все ноги изжали. А я в шортах вышла. Потому что по-быстренькому, по-быстренькому. Думаю, сейчас быстро сделаю все, что надо. А потом надо уже будет на выпускной ехать. Вручение ребенку аттестата будет сегодня. Всех выпускников поздравляю и желаю дальнейшей хорошей учебы. Вы мне обязательно напишите, чем вы подкармливаете. Огурцы, помидоры, кабачки. Но у нас песец. Погода, конечно, 8 градусов. Очень холодно. Просто ужасно холодно. Но картошка вроде ничего растет. Сейчас, кстати, покажу. Видите, вот там какая картошку уже тяпать будем. Здесь, вот здесь вот картошка. Ну, а там мы садили позже. Поэтому она, видите, еще плохо сходит. Но тоже начинает сходить. Ничего так вроде сходит. Дай бог, чтобы все выросло. Все, сейчас вот выпускной пройдет. Свожу в пермь ребенка. И будем тяпать, полоть. Все остальное делать. Но только-только в некоторых местах только-только начинает сходить. Но ничего, надеяться будем, что взойдет. Все, полила. Все сделала. Поставила жарить наггетсы, что вчера покупала. Вот сейчас я их быстренько пожарю. Там есть салат. Там есть шпик, мы нынче делали. Что такое салат? Вкусный. Салат вкусный. У меня нынче почему-то два вида салата. Рукола взошла. И зеленый салат красный. Две штучки взошло, и все. Морковка плохо всходит. Я не знаю, что делать. Я кушаю. Я кушаю, приготовлю. И будем уже собираться в школу. Ехать на выпускной. Так что как-то вот так. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Буду готовить и собираться. Я кушаю. Это феераль. Феераль. Белые штучки взошли. Продолжение следует...